Говорят, что тут змей полно. Садись поближе. На месте сядись, не бойтесь. Можете присесть даже рядышком. Или это датчики, сколько человек прошло, или сколько вернулось обратно. Почему бы не съездить на Кемерское кладбище после урагана? Вот зачем я сюда приехала, скажите, а? Я так понимаю, что мы едем на Кемерские болота. Вот прям самое время. Куда можно еще экстремальней? Решила от меня избавиться. Вот подобное время, когда ехать на Кемерские болота. Парковка стоит 3 евро на целый день. Вот смотрите, приехали такими бусиками. Люди гуляют, значит, не все так страшно. А, я смотрю, что машины, немецкие номера. Это чешские? Так что туристы гуляют, несмотря на погодные условия. Информация. Видите, то, что надо за собой все убрать. Вон впереди пошла группа туристов. Также выходили тоже. Так что, ну, единственное, что они подготовлены, они в куртках, капюшонах. В общем, спрятались от ветра. А мы идем, видите, вообще не планировали сюда ехать. Смотрите, как береза шатается. И там, посмотрите, какой ствол лежит. Видите, по дороге можно зайти в лесной туалет. Черничные плантации. Не знаю, как далеко мы пойдем. Но страшновато, честно сказать. В дороге можно сесть, отдохнуть. Ну, в хорошую погоду можно перекусить, попить. В общем, отдохнуть после прогулки. Там еще, смотрите, даже с крышей. И тут вот можно сидеть, отдыхать. Такая вывеска. Вот, ребят, мне очень-очень жалко птиц. Я думаю, они больше всего пострадали. Птички бедные. Смотрела, что белые аисты пострадали. Это кошмар. Смотрите, ребят. Я заметила то, что... Видите, как дерево упало? И вот она, вторая часть. Явно здесь, скорее всего, перегородило дорогу дерево. И его спилили. Вон еще одна часть. Здесь написано, что здесь нет входа на трех языках. Я так понимаю, туда нельзя идти. Видите, как? Я не местная. Не знаю. Так что и здесь есть указатель, то, что нам надо туда. Вот. Что вышка там, все там. Так что пойдемте налево. Ребят, на самом деле я посмотрела то, что нам... Юрмале повезло. Нет таких сильных, больших разрушений. То, что сейчас я вижу, это происходит каждый год. Правда, немножко попозже. Ближе к сентябрю месяцу. Вот. Но, чтобы такой град был, чтобы такое... Так дома повредил. Я еще слышала то, что жертва есть. Один человек погиб. До больницы даже людей. Машины побили. Дома. В общем, Юрмале очень-очень повезло. Вот так. Ого, какой тут хруст. Смотрите, как красиво. Смотрите, как красиво. так идем за туристами то есть как красиво у меня не будет слышно поэтому здесь скорее всего будет музыка воды не так много здесь сейчас попробую ускорить смотрите установлены какие-то датчики ой не знаю что они там смотрят что они измеряют или сколько человек прошло или сколько воды или какая погода не знаю кто знает напишите пожалуйста в комментарии или это датчики сколько человек прошло или сколько вернулась обратно и еще есть вариант скорость здесь возможно стоит какой-то чтобы сильно не летели не бегали не знаю вот напишите пожалуйста что это за датчики такие интересные а вообще я поехала бутылки сдавать вы не поверите у меня полный багажник поэтому ведь поехала бутылки сдавать думал дай посмотрю какие у нас разрушения и каким-то образом оказалась здесь как так получилось тут уже опасно смотрите глаз да глаз я в камеру смотрю она в принципе на дорогу жалко что нету установленных перил чтобы за что держался потому что некоторые доски уже пошатываются экстремально экстремально я наедине с природой так классно вот такая тут информация есть информация на русском языке на английском и на латышском а идешь просто по пустыне и понимаешь что под тобой болото меня тут подбадривают говорят что тут змей полно вообще хорошо ребят только надо было погоду подобрать получше как меня угораздило здесь оказался ну раз парковку оплатили надо гулять кто-то там плавает до погодка ребят напоминаю что сегодня у нас 8 августа вчера был страшный ураган который принес множество всяких повреждений такая традиция оставлять носки чтобы сюда еще вернуться или что потому что это уже не первый раз мы сейчас по дороге встречаем носки ребята остановилась подождать пока закончил ураган потому что честно говоря страшно если сейчас начнется очень сильный ветер то там впереди даже не за что держаться ребят мне как-то резко стало страшно особенно когда я знаю какой путь и чтобы идти обратно что делать наверно пойду обратно мне страшно я уже мысленно представила как меня засосало туда еще и дождь начался и зонтик в машине оставила в общем вообще все как всегда мне не хватает портиков мне страшно как тут это хорошо что водами так высоко я читала что где-то за вчерашние сутки осадков выпало 90 процентов а где-то даже 110 от месячной нормы ребят здесь что-то пока не криминально вообще но меня пугает ветер и пугает то что дождь в любой момент может начаться опять этот град и я тут да на болоте придется звонить жанне чтобы жанна меня спасала это ближайший человек не ну это вообще придумать такую погоду меня сюда затащить чтобы снять стресс чтобы покричать здесь никого нет не знаю видно вам или нет вот здесь вышка вдалеке видно виднеется мы сейчас пойдем вот так вот по кругу радует то что там есть люди я здесь не одна представляете такой кусок еще идти обратно боже мой смотрите здесь есть перила вот я бы шла и держалась за них я вообще красиво конечно но страшно красиво страшно знаете когда только-только сюда зашел на эти дорожки вообще не страшно было он и что там дорожки до а когда ты оказался вот так на середине ветер дождь и никого вот это страшно поэтому датчики там эти установлены видимо были случаи что кто-то не возвращался так все опять перила закончили держаться не за что как я люблю максимально экстремально и тут еще есть досочки некоторые прогнувшись по двери они еще более ниже опускаются но мы пройдем с тобой через туман я не знаю почему я это вспомнила песню но я это сделаю ребят смотрите какое болотище так нас уже догоняют люди долго мы ходим он видите семья тут такое болото так жду теперь хочу ту зону тоже хочу там посидеть сфотографироваться видите по дороге установлены скамейки где можно присесть сделать фотографии отдохнуть пошли дальше вот такие вот я хочу перила по всей дороге ребят сколько мы уже прошли а вышка все еще смотрите на каком расстоянии еще идти и идти не видно да сейчас я покажу вот здесь такой еще кусок идти так что так пойдемте сфотографируемся еще посмотрите какие видно здесь открываются как красиво так что давайте приезжайте в гости погуляем с вами по болотам я тут уже профессионал видите прошла уже большую часть пути сейчас мы направляемся сейчас мы направляемся туда прямо к вышке уже больше половины дороги пройдена капюшон у меня обалденный ребят такие звуки издает как будто я на вертолете лечу на эту вышку красота просто просто нереально здесь хорошо только единственный ветер ветер конечно все портит вот там мы сидели там эта скамеечка это уже вид отсюда среди какая молодая сосна и и тут болото опасный момент так смотрите по дороге видите такие штуки так что надо очень аккуратно люди сказали то что эти сосны эти деревья не вырастают вот они растут до определенного размера определенной высоты и все и дальше не растут что многие годы они в таком вот такой рост у них вот напишите если кто знает точно а если вдруг они выше вырастают я думаю что они просто все падают ломаются чем дальше тем больше воды и дорожки эти опаснее так вот еще такая зона отдохнуть видите периодически обновляют вот одна досочка новая за всю дорогу нет там еще одна еще одна ведь только сейчас обратила внимание доски ломаются и их сразу же эти заменяют так тут опасно ребята вот эта вышка осталось совсем чуть-чуть так это уже третья или четвертая зона где можно посидеть насладиться красотой так начинается дождь но я смотрю даже если бы я взяла зонт с собой от него здесь толку нет потому что очень сильный ветер он бы быстро у меня сломался видите виднеют тоже капельки так что надо быстрее идти к вышке там хоть крыши есть красиво вот действительно у природы нет плохой погоды всегда это красиво смотрите какая сосна ребята я смотрю что здесь очень очень глубоко и ведь есть какие-то пузыри там какая-то рыба плавает в общем здесь страшно очень страшно может какие-нибудь бобры тусуются потому что вон бревна валяются может притащили что это за пузыри как в фильме ужасов еще мне тут страшилок понарассказывали сейчас какая-нибудь анаконда выплывет смотрите кажется что это в дюнах да смотрите какая красота но когда наступаешь видно ужас все уходит вниз видите под моим весом так я быстро бы туда отправилась так вот уже виднеется вышка осталось совсем чуть-чуть сейчас бежим быстрее туда ребят мне кажется что там возле водоема не рыба была а какая-нибудь змея а я еще так наблюдала за ней красиво хочет вот по полям побегать да а нет нельзя ну посмотрите хочется взять удочку сесть тут порыбачить вот правило посещения все так же самое как было на входе за собой убрать так тут написано то что максимально 15 человек могут находиться правило безопасности вот здесь видите первый уровень можно здесь посидеть посмотреть но мы идем сразу выше о боже мой так нас уже догоняют люди вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 На первом этаже как-то безопаснее Когда меня сюда еще кто-то сможет затащить? Это я запомню этот поход надолго В ту сторону мы пойдем в следующий раз Все-таки погода сегодня не для такой дальней прогулки Ведь я уже до тарикаться начала Возвращаемся Сейчас сделаем кружок Все вам покажем Знаете, только что побывали на вышке И мне стало еще страшнее Потому что я вижу, какая дорога назад Что вокруг ничего и никого Теперь иду, смотрю только на дорогу Даже не хочу смотреть по сторонам И знаете, когда я шла в эту сторону Мне казались эти досочки более безопасными Я как-то шла, снимала А сейчас они страшнее шатаются, кошмар А еще мне кажется, что здесь куча змей Просто сейчас август У них прям брачный период И вот они все прям здесь Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, я так сейчас бежала Что даже не заметила Что тут новенькие перила Смотрите Сейчас вам покажу Вот, посмотрите Вот такие бы по всей территории Вообще было бы круто И не так страшно Ребят, мы все-таки Я не снимала Мы все-таки завернули И решили сделать кружок Нам впереди еще километр Это Туда мы не пойдем Мы обошли Вот такой вот круг Получается Там где-то это вышка В общем, я заблудилась Все как обычно Красота Идем гуляем Смотрите, по дорожке здесь Вот такие Встречаются моменты Поэтому иду очень аккуратно Прям очень Внимательно Елки-палки Честно сказать Назад я просто лечу Во-первых, спину ветер Во-вторых Хочется уже быстрей Пройти этот путь Вот такой вот у меня Сегодня фитнес Вот такая вот у меня Сегодня прогулка Я аж худеть начинаю Так что надо больше Находиться на свежем воздухе Больше тренировок Больше ходьбы Так что я молодец Видите, проходим Через такой Небольшой лесок Здесь, видите Много, кстати Поломанных Много, которые Шатаются Так что вот такая У нас с вами Сегодня прогулочка Вот смотрите Закончилась наша дорожка Такой мостик И сейчас идем через лес На парковку Гуляем по лесу Посмотреть, как тут дятел поработал Только что улетел Только что здесь сидел Мы ему помешали Все, ребят Мы это сделали Все хорошо Идем дальше Спасибо за субтитры